Уважаемые друзья, отличная новость У нас появилась новая услуга Мы можем сделать специально для вас Индивидуальную, личную, персональную онлайн консультацию Это может быть консультация по конкретной коляске Может быть обзор серии колясок Может быть сравнительная характеристика и так далее Поэтому обязательно оставляйте заявки менеджеру На проведение консультации Мы запишем видео персонально для вас Или сделаем это в прямом эфире И надеемся, тем самым поможем вам с выбором той или иной коляски Здравствуйте, мы сейчас вам быстренько сделаем обзор трех колясок Annex Sport, Unamo Divement Special и Munova Начнем с этих двух, потому что я так понял По вашим параметрам, критериям Они вам и больше и по дизайну нравятся И вам все-таки нужна мягкая амортизация Давайте начнем с люлек Здесь люлька выглядит вот так Она имеет пластиковое дно, ручка для переноски Бортик, чтобы закрывать малыша Здесь сзади есть еще секция для вентиляции Здесь у нас все-таки он посильнее закрывается Здесь капюшон можно сделать так, а можно совсем убрать Плюс здесь борт этот поднимается Его также можно будет зафиксировать достаточно хорошо, как будет ребенка Плюс в случае необходимости на лето здесь есть дополнительная секция Я могу вот так отстегнуть и вот так вот сделать Что еще по поводу сумок Здесь у нас будет сумка, а здесь будет у нас рюкзачок Вот, здесь сделано она все из ткани Здесь комбинированная ткань и эко-кожа Если говорить про амортизацию, которая важна Здесь используется амортизация открытого типа Это значит, что вот эти пружинки, они открытые Плюс есть амортизация на раме Здесь амортизация также есть на раме Но амортизация здесь, она уже закрытого типа Соответственно, за ней будет полегче ухаживать Потому что пружинки не торчат Вот, чем хороша амортизация Вот, смотрите, я давлю Она и внизу срабатывает, и вот в этой части Причем здесь можно сделать пожестче и помягче Здесь также можно сделать жестче и помягче И даже ее совсем отключить Здесь вот в нижней части вот это вот можно сделать Размер люльки плюс-минус одинаковый Но, честно говоря, если вы рожаете в зиму То размер люльки вам не имеет значения Потому что малыш подрастет уже к лету И он будет просто в летней одежде Он легко сюда поместится Если говорить про эту коляску Здесь также имеется достаточно глубокий капюшон И в необходимости его можно будет сделать вот таким вот образом Здесь просто застегнуть на молнию Вот такой вот бортик То, что касается амортизации Амортизация, она здесь есть, но не очень хорошая Вот в этой части спрятаны пружины И вот таким вот образом она немножко проминается На всех трех колясках колеса ненадувные За счет этого за ними нужно будет меньше уход Потому что они не будут прокалываться Не надо будет подкачивать и так далее Что бы ты сам порекомендовал? Что бы я порекомендовал? Ну вот учитывая, что плохое бездорожье Бездорожье, да? Ну тут смотрите, если все-таки основной критерий это все-таки по бездорожью В чем я сомневаюсь, в Москве нет особо бездорожья Но, наверное, если все-таки это важно Тогда какой-то из этих колясок Вот какая больше нравится по дизайну Они действительно очень разные Я так понял, что не с Москвы А, не с Москвы Не с Москвы тогда, да Тогда какой-то вот из этих колясок Потому что это все-таки для более-менее хороших дорог Ну а что тебе больше нравится? Юнама или Аннекс? Ну мне, наверное, из этих двух все-таки больше Аннекс нравится Потому что он такой про спокойный дизайн Более классический, наверное, да? Здесь вот эти вот всякие вот ребристые вот эти дела Ну, не знаю, на любви Ну это уже на вкус получается Да, просто это уже на вкус Обе коляски красивые Просто, ну, есть кто приходит и кому нравится именно такой дизайн Кому-то такой Ну а что скажешь по качеству Юнама и Аннекс? Юнама сделана на огромном заводе Тако Производитель Тако Поэтому за качество можно не переживать А Аннекс, они делают коляски сами на своем заводе Но они тоже дают год гарантии Поэтому, ну, как бы за качество, грубо говоря, отвечают И сколько мы их продаем, рекламации очень мало Поэтому обе коляски, если за ними ухаживать, смазывать, да? Обязательно надо смазывать перед началом эксплуатации Тогда проблем с обеими колясками не будет Спасибо Надеюсь, наше видео было вам полезно Если будут какие-то еще вопросы, задавайте Постараемся вам помочь Окей